Друзья, приветствую всех! Очередные образцы у меня. Это у меня масло Gazprom Premium N 540. Свежее и отработка из BMW 750 Li с пробегом 6690 км с высокой средней скоростью. Трассовый пробег 51,2 км в час. По моточасам получается 134 тысячи. Прислал мне эти образцы Владимир с канала HLK. Точный подбор масла. Ссылочку я в описании добавлю. Чем примечательно, образцы данного масла отправлялись в лабораторию УРЦ. Там же прикреплю результаты лабораторные. Выложу результаты свои. Скажу сразу, да, они мне, эти результаты лабораторные, помогали в калибровке прибора. Очень важно. Выложу свои результаты. Выложу прогноз по своим результатам. И выложу прогноз по результатам УРЦ. Я думаю, будет интересно. Вот ссылочку на канал, ссылочку на, как уже сказал, на результат лабораторных испытаний. Приложу. Вот уже создал запись. Сейчас делаю, проверяю и монтирую. Так, а теперь предлагаю знакомиться с результатами. Значит, дистоплива 1.91. На это не обращайте внимания. Многие видели анализы из УРЦ. Там тоже дает пик на волне по топливу. По дистопливу. Значит, это я впоследствии подкорректировал. Окисление 9.36. Эстеров, похоже, здесь нет. Или они на минимальном каком-то уровне. Нитрование 5.69. Уровень противоизносных присадок ZDDP 0.62. Такой хороший уровень для полнозольника как раз. Есть фенольные антиокислители 0.9. Ну, минимальное, скажем так, количество. Есть аминные антиокислители 0.66. Ну, здесь уже поинтереснее. Щелочное 9.56. Высокое. Типичное для полнозольного масла. Но, повторю же, здесь выставлено по ГОСТу для отработки. ГОСТ для свежего дает выше показатели. Значит, кислотное 2.01. Ну, тоже нормальное для полнозольного масла с большим содержанием противоизносных, противозадирных присадок. Значит, вязкость на 40 градусах 87.21. Вязкость при 100 градусах 14.6. Тоже типовые значения для сороковки. Так, ну и все остальное. Гликоля, понятно, нет. Эстеров, по мнению прибора, нет. Воды нет, сажи нет. Значит, вот такое, ну, нормальное масло, скажем так, по показателям. Так, переходим к результатам отработки. Вот, видите, здесь подписано. BMW 750 LI 690 км. Так, здесь у нас появился бензин 1,36%. Кстати, в лабораторном анализе у РЦ 1,38. Отличная корреляция. Растет окисление кислородом 17,02, азотом 12,69. Смотрите, поразительно, но противоизносные присадки сработались. Сработались фенольные антиокислители. Ну, здесь неудивительно, там всего 9 соток было. Значит, сработался аминный антиокислитель. Полностью сработался. В нули тоже. Щелочное подсело в два раза. И достаточно прилично выросло кислотное 3,12. Но опять видим топливо, бензин. И поэтому просадка по вязкости 17,40 на 40. 12,41 при 100 градусах. Так, ну, гликоли нет. Это уже за это спасибо. Антифриз не попадает. Эстеры тоже не появились. Здесь воды нет, кстати, видимо, после трассы, после пробега какого-то хорошего. Вот, нет, сажи нет. Ну, в общем-то, вот такие показатели. Видно, что маслу очень сильно досталось. Хотя здесь всего 134 моточаса на масле. Но маслу прилично досталось. Так, ну и вот два прогноза. Слева прогноз по данным прибора. Справа прогноз, видите, подписано по данным ОРЦ. Значит, что было, что стало. В общем-то, значения немного расходятся. Но общий результат, посмотрите, по моточасам, он идентичный. По километражу моющие нейтрализующие свойства, когда щелочной сравняется с кислотным, на 30 километров отличается. На 17 моточасов отличается по оксидам азота прогноз. И на 8 часов по вязкости. Ну и смотрите, общие какие низкие показатели крепости, скажем так, этого масла в этом моторе. Вот, я думаю, что все-таки это заслуга мотора. Не знаю, то ли он очень горячий, то ли... Ну да, скорее всего, горячий. Все-таки здесь две турбины, и маслу достается очень сильно. Тут надо какой-то, скорее всего, да, спаву использовать покрепче. Ну, потому что прогноз, сами видите, 169 моточасов. Вот, даже в таком режиме, с высокой средней скоростью, всего 8,5 тысяч. Да, так что владельцам BMW не стоит, как бы, даже, вернее сказать, стоит внимательнее относиться даже к полнозольникам. Да, не забывайте поставить лайк, подписаться, кто не подписался, и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Да, что еще хочу добавить. Значит, я проверял как-то из BMW, из дизельных двух-трехлитровых свежих моторов, проверял Shell Ultra, и, кстати, прогнозы были тоже неутешительные, тоже до 200 часов. Поэтому, видите, это такое впечатление, что это общая картина для моторов BMW. Высокая мощностная отдача, горячие, ну и отсюда вот такие сюрпризы. Благодарю всех за просмотр, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока.